Ковидная стабильность, до которой мы смогли дожить. Ежедневно в Алтайском крае фиксируют до 40 случаев заражения коронавирусом. Напомним, во время пандемии эта цифра зашкаливала. Что не может не радовать, сегодня пациенты переносят болезнь в легкой форме. Хотя встречаются и тяжелые случаи. Например, сейчас один житель региона находится на искусственной вентиляции легких. А вот что касается ОРВИ, за прошедшую неделю в крае заболели более 16 тысяч человек. В случае гриппа и циркуляции вирусов гриппа в Алтайском крае не зарегистрировано. Отмечается циркуляция именно вирусов не гриппозной этиологии. В основном больше 90% это у нас риновирус. Но и встречается циркуляция других. Это аденовирусы, вирусы парагриппа, есть такие боковирусы, метапневмовирусы. Но это все вирусы не гриппозной этиологии. В Роспотребнадзоре отмечают, что инфекция пошла на спад. На пике эпидподъема фиксировали более 22 тысяч заболевших ОРВИ за неделю. Сегодня среди заразившихся большинство – дети. Также врачи ждут подъема гриппа и советуют пройти вакцинацию. На вакцинацию можно записаться несколькими путями. Первое – это через госуслуги. Учреждение здравоохранения Алтайского края выставлено на расписание. Вы можете записаться через госуслуги к той учреждению, к которому вы прикреплены. Второе – вы можете прийти с приема. То есть зачем-то пришли к терапевту, неврологу, хирургу, он вас может направить. А также вот сейчас мы уже работаем практически в живой очереди. Сегодня пришел, сегодня поставишь вакцину. На сегодня в Алтайский край запланировано поступление 1,3 млн доз вакцины. Сегодня поступило почти миллион доз. Ожидаем еще поступление вакцины в ноябре месяце в количестве почти 39 тысяч ультрикс-квадри для детского населения. Сегодня вакцина находится во всех краевых медицинских организациях, в поликлиниках. Сегодня 950 тысяч жителей края уже привиты. Как сообщают в Минздраве, взрослое население прививается активно, а вот среди детей много отказов от вакцины. Таково решение их родителей. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.